В этот день, 21 мая, родились Ян Гомарник, советский военачальник, Сергей Герасимов, кинорежиссер, автор классической экранизации романа «Тихий дон», Андрей Сахаров, физик-диссидент, создатель водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира. В этот день, 1731 года, создана первая российская флотилия военных судов на Тихом океане. Она базировалась в Охотске. 21 мая 1837 года состоялась первая в России шахматная партия по переписке. Она длилась пять месяцев. Победил сильнейший тогда шахматист Александр Петров. В 1903 году состоялся спуск на воду первого в мире теплохода «Вандал». Это произошло на версии в Нижнем Новгороде. В этот день, 1919 года, вышел декрет о введении цензуры. Советская Россия недолго наслаждалась свободой слова. 21 мая 1937 года Северного полюса достигла экспедиция Ивана Папанина. В 1930-х годах наука еще имела крайне приблизительное представление об Арктике. Считалось, например, что область вокруг полюса стерильна. Там нет даже бактерий. Там были сплошные белые пятна и для картографов. Конечно, уже несколько десятилетий, как первые путешественники, дошли до оси нашей планеты. Но учеными изысканиями они там не занимались. И вот, наконец, Советский Союз созрел для серьезных исследований. В 1934 году произошло поворотное событие. Эльдами затерло пароход Челюски. Больше сотни человек на несколько месяцев оказались на льдине в Ледовитом океане. Пока их чудесным образом не нашли и не спасли летчики. Из этой катастрофы вынесли удивительные уроки. Во-первых, оказывается, на льдине можно жить. Во-вторых, ее жильтину можно использовать как аэродром для тяжелых самолетов. В феврале 1936 года лично Сталином был одобрен проект экспедиции на дрейфующей льдине «Северный полюс-1». Вскоре в Кремлю вызвали полярника Папанина и сообщили, что политбюро назначает его начальником опаснейшей экспедиции. Вместе с ним быстро подобралась четверка зимовщиков. И тогда начали собирать папанинцев всей страной. Все с галош, пельменей и запаса еды на полтора года до радиооборудования готовили по спецзаказу научные институты и заводы. На полюс папанинский квартет забросили передовым образом на самолетах. И вот уже 21 мая 1937 года Папанин осматривал льдину. Деловито потопал по ней, проверяя крип калий. Все искренне рассмеялись. Рядом стоял тяжеленный четырехмоторный самолет. Уж если льдина выдержала его, так весело начиналась зимовка советских полярников. С ними всегда рядом был и пес по кличке Веселый. А вот 6 июня, когда папанинцев покинули летчики, начались их суровые ледяные будни. Весь мир для них сузился до 1 июня 3 на 5 километров. В центре этого мира стояла пуховая палатка. Отопления не было. Отдельно стоял склад с 5 тоннами еды. Отдельно рубка радиста. Вся его радиоаппаратура была по тем временам сверхлегкой. Всего лишь 500 килограмм. Работа, научных измерений, наблюдений на весь день. Но больше всего суеты доставляла лебедка с остальным тросом для измерения морских глубин. Крутили ее полдня. С ней, кстати, надорвал здоровье папанин. На запрос в центр, как его лечить, пришел ответ «принимать горячие ванны». Это еще раз всех побеселило. 4 октября полярники последний раз увидели солнце. Опустилась полярная ночь. Она далась тяжело. В январе ударили шторма. И вот утром 1 февраля раздался треск. Под палаткой пролегла щель. Надо попить чайку, невозмутимо сказал радист Кренкель. За чаем решили, что пора звать на помощь. Но в полярную ночь разглядеть ледину в несколько сотен метров, она сыпалась на глазах, крайне трудно. Не помогали даже сигнальные огни. Наконец, 19 февраля, их заметили следоколов Мурман и Таймы. В качестве постскриптума. За время странствия папанинцы изучили океанское дно, провели первое подробное метеоисследование Арктики. Они развенчали миф о том, что полюс абсолютно необитаем, обнаружив разнообразную жизнь. Так что папанинцев ждало не только долгожданное спасение Сайдины, но и всесоюзное признание. Уже в 70-е годы Иван Папанин отметил. В 30-е годы, признаться, было боязно выходить на улицу. Тут же обступали незнакомые люди. Помню, как целые кварталы растягивала столпа мальчишек, которая бежала за мной и кричала «Папанин, Папанин, Папанин!» Сейчас уже не бегаю. Наверное, мальчишки постарели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова